Стоп кражам! Отныне можно не беспокоиться за свое жилье во время долгого отсутствия или вовсе пребывания в отпуске в другой стране. Ведущий инфокоммуникационный оператор страны, Казахтелеком, запускает новую услугу для своих клиентов. Облачное видеонаблюдение. Преимущество нового сервиса в его экономичности. Ведь все, что вам нужно для того, чтобы наблюдать за происходящим, это интернет и ваш смартфон. Чтобы не расплачиваться за последствия, нужно позаботиться о безопасности заранее, считает глава семейства Еркан-Еркебекулы. После переезда в столицу мужчина тут же задумался о защищенности своего жилища и, узнав о новой услуге, решил подключить свой дом к данному сервису. 300 тенге, если с каждой квартиры платить, это вообще не такая уж и большая сумма. Можно, в принципе, приложение. Сейчас же все люди используют смартфонами. Все у всех есть на руках. Как раз не будем волноваться, что будет. Новая услуга «Облачное видеонаблюдение» инфокоммуникационного оператора «Казахтелеком» направлена на повышение уровня комфортного проживания граждан и обеспечение безопасности населения. Как оказалось, этот сервис обладает очень многими преимуществами, в отличие от обычного видеонаблюдения. Оно заключается в том, что данные хранятся в облаке. Пользователь получает через облако данные только к своим камерам. Причем в онлайн-режиме, как я говорил, через смартфон, какой-то компьютер, подключенный к сети интернет, это может быть планшет. Видео будет храниться в архиве до 30 дней и при необходимости его можно скачать. До конца этого года планируется установить 56 500 камер в более чем 28 тысячах подъездах в 1600 домах Казахстана. Эта услуга будет доступна для казахстанцев уже с 1 сентября. Стоит отметить, что в этом году «Казахтелеком» удивит казахстанцев не только облачным видеонаблюдением. Для жителей частных домов уже до конца этого года будут доступны очень полезные услуги. Например, это видеоняня. Посредством этой камеры можно наблюдать за тем, что происходит в доме. И при помощи голосового сообщения можно предупредить своего ребенка о том, что, например, рядом находится раскаленная плита. Внедрение инновационных услуг и сервисов для клиентов является приоритетным направлением инфокоммуникационного оператора.